Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Я в прошлом видео говорил, не о чем снимать зимой. А мне написали, сними про теплую зимовку. Вот так вот, сегодня будет видео про теплую зимовку. Что хорошо, что плохо. В основном это все плохо. Теплая зимовка, это плохо. Основной инструмент при контроле семей зимой, это у вас, конечно, трубочка. Потому что трубочкой можно услышать, развалился клуб, сидят они в клубе, тихонечко сидят, возбуждены, голодные. Все это определяется с помощью этой трубочки. Но я уже пасеку проверил, все у меня хорошо. Мы все ж умные, начитанные. И мы знаем, что в зимовнике какая температура должна быть самая лучшая для того, чтобы пчелки зимовали, самая подходящая. Плюс 2 градуса. А на улице сколько должно быть? А вот на улице не плюс 2, а желательно, чтобы было минус 1, минус 2. Больших морозов тоже не надо, потому что большое потребление корма будет. Но и плюсовых температур, и нулевых тоже не надо. Потому что что? Потому что сразу вот такая вот беда. Слякоть и повышенная сырость. В общем, при теплой зимовке, самая главная проблема, это сырость ульях. Очень большая сырость. Видите, вот капельки скопились на пленке. Потому что что? Потому что испарений много. Снег землю не накрывает, а то, что выпал снег, он уже растаял. Соответственно, много воды в воздухе, на земле. Все это испаряется, и все это в улей. Тем более, что в улей с сетчатым дном, Все, что с земли испаряется через сетчатое дно, Все в улей. Ничего хорошего в теплой зимовке нету, я вам скажу. Теплая зимовка, это на самом деле не благо. Многие рассказывают, что это хорошо. Ни хрена это не хорошо. Это много и много проблем. А еще что у нас бывает, когда зимовка теплая? Вот смотрю, сейчас там по интернету идет. У нас, правда, они облетывались. А люди показывают, у них пчелки облетываются раз за разом, раз за разом. Но дело в том, что когда пчелки облетываются посреди зимы, У них возникает инстинкт. Какой? Правильно, размножение. Как только пчелки облетались, у них сразу возникает желание размножаться. И они начинают гнать расплод. И что получается? И получается у нас повышенное потребление кормов, Повышенная влажность улье, в результате чего они что? Обгалятся. Потому что пчелки много жрут корма, когда выращивают расплод. Повышенная влажность, все способствует тому, чтобы они обгадились. Поэтому теплая зимовка, это почти 100% они обгадятся. Так, смотрим вот на наш клуб. Вот он, мой дорогой клуб. Видите, тоже водичка есть. Водичка есть. Я вот планочку вложу специально для того, чтобы вода, Которая конденсируется на пленке, не контактировала с рамкой. Потому что если пленка контактирует с рамкой, То тут сразу плесень возникает. Поэтому у меня планочка и водичка, она потихонечку скатывается. На боки улья. И вот видите, у меня нету крайних рамок. Специально для того, ветер. Вот, чтобы что? Чтобы у меня не плесневели крайние рамки. Потому что в ППУ ульях, как я заметил, Крайние рамки всегда плесневеют. Поэтому я крайние рамки просто не ставлю. Нет у меня крайних рамок. Там по стенке бежит вода, Рамок нету и, соответственно, рамки не плесневеют. А на этих стенках всегда вода. Так, смотрим на клуб. Его бы, конечно, открыть, показать. Но сейчас они дадут мне открыть вам и показать. Вот видите, клуб довольно плотный. То есть пчелки сидят в клубе. Они не разбежались. Надо их закрывать, потому что они солнышко увидели. Начинает разбегаться. Ну вот, показываю, что клуб плотный. И клуб сидит возле передней стенки. Значит, расплода у них нет. Но наши пчелы не облетывались. У нас не было таких условий, чтобы облетаться. Были солнечные дни, но у меня столько, чтобы они облетались. Поэтому челки у меня сидят аж по эту улочку. Все рамочки заняты. Вот эту одну улочку они бросили. Вот, сжатые в клубе. Все хорошо. Влажность есть. Ну, они отвентилируются. Так, эту туле закрываем, пойдем к другому. Поэтому теплая зимовка, это нехорошо. Это на самом деле плохо. Теплые зимы, это не смертельно, конечно. Ну, и нехорошо. Потому что повышенное потребление корма, повышенная влажность, обгаживание. Так, и вследствие того, что они гонят расплод. Расплод тут выступает критическим фактором. Видите, вот тоже испаринка есть. Тут все сухо. А тут, где пчелки сидят, они дышат. Водичка появляется. Опять же, клуб плотный. Возле передней стенки плотный. Пчелки сидят. Видите, спокойные, тихие. Никуда не разлетаются. Потому что я только открыл, солнце они еще не видели. Вот эту улочку бросили. Здесь есть. Раз, два, три, четыре, пять. И там на шестой. Шесть улочек пчел. Сидят мохнатненькие, красивенькие. Все хорошо. Каким печальным последствием приводит расплод? Дело в том, что если у вас были оттепели, они заложили расплод и сели греть расплод. И выкармливают его. Когда они его выкармливают, они потребляют много очень корма. Соответственно, весь корм, который вокруг расплода, они съедают. Это когда было тепло. Ну, если оттепели затяжные. Потому что если там оттепель один-два дня, ничего страшного. А если оттепели затянулись на несколько недель, то проблема может быть вплоть до гибели пчел. Значит, корм они вокруг расплода сожрали. Потом у вас холода. Клуб сжался, но он сжался на расплоде. Иногда пчелы расплод не бросают. И вот получается, что они сидят на расплод. Корм весь сожрали вокруг расплода. Холода. Клуб сдвинуться не может, потому что греет расплод. Они расплод не бросают. И они погибают от голода. При том, что у них с другой стороны корма еще на три зимы хватило бы. Вот такая вот печаль. Вот эти оттепели, они очень плохо сказываются. А иногда бывает, пчелки начали расплод выращивать. Холода. Они его бросили. И расплод замерз. И никаких последствий нет. Еще одна неприятность. Когда оттепель, клуб распадается. Когда холод, то есть проходят у нас оттепели. Холодает. Клуб сбегается. И может сбежаться не в том месте, где надо. Может сбежаться либо на пустых рамках, там, где они уже выели мед. Но это в конце зимы сейчас такого не будет. Потому что сейчас у них корм еще много. Либо клуб раздваивается после оттепелей. Вот после каждой оттепели затяжной, надо улья проверять. Проверять на то, как сел клуб. Надо, чтобы сел правильно. И проверять на то, раздвоился клуб или нет. Потому что, опять же, гибель пчел. Но и в результате всех этих оттепелей, махинаций. Вот эти клуб разбежался. Клуб сбежался. Сейчас пойдем к другому улью. Возникают еще одни проблемы. Дело в том, что пчелы то выращивают расплод, то не выращивают. Зимуют они беспокойно. И это приводит к износу пчел. Потому что пчелки, когда выращивают расплод, они что делают? Они работают. А у пчел сколько попыток вырастить расплод весной? Одна. Если пчелки вырастили расплод посреди зимы, потом его бросили. Даже не замерзли, а просто бросили. А мне все равно, что весной никуда не годны. Потому что они свои силы истратили на выращивание вот этого зимнего расплода. Весной от них толку нет. В результате что? Весной расплоду мало и сильно ослабляется семья Вот барбосы, видите, тоже внизу не сидят, а вылезли наверх Потому что что? Потому что тут вверху теплее Семейка не очень сильная Вот тут на 4 рамочки они несчастные, эти пчелки А мелкие семьи, слабенькие, они бегом бегут к теплу Так как тепло выше стоит, вверх поднимается Вот они прилипли к потолку То есть это тоже нехорошо Сейчас их, видите, холодный воздух поджимает И они немножко опускаются вниз Сильные семьи обычно вверх не поднимаются Потому что что? Потому что они сами себя обогреть Может у них такие проблемы нет А вот эти слабенькие семьи, видите, пчелки ухудрят вниз Вот они бегут к теплу Вот сейчас они подмерзают, потому что холод сверху давит И они опускаются вниз А когда крышка накрыта, попил улей Вверху получается теплее, чем внизу И они все поднимаются вверх И опять же, что получается? Получается, что они полосочку меда вверху съедают А ниже их, ниже расположения клуба Остаются основные запасы меда Вот такая семейка Вот она у меня под вопросом Видите, они уже не возле передней стенки А в срединке И это плохой симптом Потому что что они делают в срединке? Возможно, они начали выращивать расплод В общем, с этой семьей Надо ее на заметочку взять Посмотреть, что они будут делать дальше Вот видите, сидят в срединке А где должны сидеть? Должны сидеть у меня внизу Так, ну, смотрим на боковые рамочки Так, мед есть Мед есть Значит, вот здесь с краю мед есть Значит, они сели в срединку Не потому, что сажали много меду Тут у них мед есть И там у них стойка стороны мед есть А сидят по срединке Потому что что? Потому что греются Нашли самое теплое место Вот эта семейка уже проблемная Можно считать, что у нее какие-то проблемы Потому что все нормальные семьи Сидят возле передней стенки Иногда бывает возле задней Сидятся, ничего страшного А вот когда посрединке Это верный признак того, что у них расплод Вот эту семейку надо брать на карандаш Потому что пропасть могут Могут пропасть Если семья начала выращивать расплод Надо контролировать запасы корма Если кормов мало Надо их подкармливать Но это надо дождаться, когда холод ударит Сейчас тепло у нас Ну сейчас у нас по плюс один, плюс два градуса Сейчас они мед могут брать Из любого участка гнезда Они сейчас могут бегать Этот клуб может распадаться, может спадаться В общем они мед возьмут Как только приморозить немножко Минус один, минус два Надо к этому улью подойти Видите, пчелки опять ушли в серединку Вот надо к этому улью Когда заморозки будут подойти И посмотреть, что они делают Потому что возможно придется им помогать В общем вот эту семейку на заметочку Что она плохо себя ведет Неблогополучная семейка Ну и понятное дело, извешенный вопрос Что делать? Что делать, когда теплая зима? Когда теплая зима, вот сейчас вам покажу пчелку Видите, пчелка сидит, замерзла Прилипла к досточке И сидит, значит что? Все-таки эта семейка облетывалась Ну может быть там поодинокие облеты были Но все-таки пчелка вылетела Сила на досточку и замерзла Так вот эти все облеты теплой зимой Приводят к ослаблению семей Потому что они бывает облетываются Когда холодно, пчелки вылетели Солнышко увидели Особенно если солнышко светит хорошо Вот И погибли, замерзли Замерзли Не все возвращаются в улей после облета Закон джунлей Поэтому чем больше облета Тем больше ослабление семей Облеты, они конечно благо посреди зимы Потому что они не опонашиваются Но это в принципе единственный фактор Благоприятный При облетах пчел зимой Все остальные факторы облета пчел негативные Лично я предпочитаю, чтобы они никуда не облетывались Лучше пусть они облетаются уже в середине февраля Когда расплод начнут выращивать Вот тогда облеты надо Но вот сейчас, в январе Вот эти облеты, они вообще ни к чему Ни к чему они не нужны Если семья нормально себе зимует Благополучно Никаких облетов не надо Понятное дело, какие параметры надо контролировать Надо контролировать влажность в улье Наличие кормов И есть у них яйца или нет И то, как сел клуб Значит, то, как сел клуб Можно, если у вас ППУ улья Корпусные улья Они насчет этого удобно Снял крышечку и посмотрел Все видно, как мы только что делали В лежаках немножко сложнее Много разбирать Ну, в лежаках можно фонариком посветить в леток И посмотреть, где они сидят Их в леток обычно видно Второе, влажность, как контролировать Вот берете вот так вот Подмор выгребаете Если у вас подмор в плесени Заплесневевший Значит, что? Значит, у вас повышенная влажность в улье Тут у меня видно, вот видите Подмор чистенький, красивенький Все хорошо Если подмору много Вот я сейчас выгреб Подмору, видите, мало Если подмору слишком много Значит, ваши пчелки посыпались Наличие кормов Раздвоился, клуб не раздвоился Беспокоенно они зимуют, не беспокоенно Все через трубочку слышно То, что я вначале делал Трубочка, основной инструмент Трубочка и вот такая вот палочка Чтобы подмор выгребать Вот видите, подморчик у меня Его совсем мало Он чистенький, красивенький Значит, повышенной влажности в улье нету Пчелки тут сидят тихонько На раздражитель реагирует дружненько Раздражители вот так вот по улью Щелкнули вот так вот И они должны загудеть и успокоиться Значит, на раздражитель реагирует хорошо Все чудесно Потому что если щелкнули, а они долго гудут То какая-то проблема А если шелестят, как осенние листья Значит, жрать уже нечего Ну, у меня все сидят тихо, все спокойно Все семьи живы Ни одна не погибла Потому что там, вижу, люди жалуются Много семей посыпалось Вот знаете, почему сейчас семьи сыпятся у людей? Потому что осенью неправильно Приготовили семью к зимовке Я вам говорю Закрывайте литки Вы же не закрываете Ну, хрен с вами Не закрывайте Потом будете на ютубе рассказывать, что у вас семьи погибли Вот у меня все живы Все живы и подмора мало Я, в общем-то, довольный Вот так вот леточек светим Пчелок там на рамках не видно Вот видно, видите, пчелка лежит Замерзла Значит, все-таки они немножко облетывались Поодинокие облеты были Вот те пчелки, которые назад не успели вернуться Те померзли Пчел возле передней стенки не видно Значит, ушли в срединку Это нехорошо Рано им еще идти в срединку В срединку они должны пойти В середине февраля А сейчас конец января Рано им еще идти в срединку Ну, тепло, что вы хотите И могли погнать расплод В общем, ждем, когда немножко подхолодает И будем смотреть, что они делают Сейчас себя пчелки, в принципе, ведут хорошо Можем открыть один улей ради интереса Посмотреть на клуб Ну, давайте этот откроем Ну, чисто ради интереса Вот видите, у меня рамочка с медом На весну им стоит запасная Так, и видно пчелочки Вот я немножко доски раздвинул Сидят Да, возле передней стенки сидят Но клуб растянутый Вот они с этой стороны Их видно Тоже они вышли Вот Давайте немножко их раздвинем Чтобы было видно, где клуб Вот видите, клуб растянулся Аж почти по всей рамке То есть клуб, что разрыхлился Притом трубочка показывает, что все хорошо Сидят там не тихо, спокойно Никаких проблем нету Сдвигаем их назад Термошить не будем Вот На этих, что выскочили Сейчас соберем и назад отправим Пчелок Куда вы, глупышки, выскочили? Вот видите, только Потолоченку сдвинул Они все сверху Вот И они сразу увидели солнышко То есть свет И что? И побежали 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 Сразу на улицу Вот Потому что нельзя Чтобы пчелки Свет видели Потому что им это противопоказано Видите? Они сейчас такие вроде как Полусонные Полудремные Вот Это что значит? Это значит, что они Неактивные Полудремненькие такие Еле лапки переставляют Сейчас их Смету В клуб Вот видите, защищается Жуку кверху Жало выставило Защищается Но не нападает То есть неактивные Вот Пугает меня Пугает Что ты меня пугаешь? Я пуганный Гадость Я же тебя кормлю Ты меня пугаешь? Вот Крабиком встал Говорит Иди отсюда Козел старый Что ты к нам пристал? Закрой нас Мы себе нормально Зимуем отстали от нас Гаденыш Ну надо сказать Что в этом вопросе Она в принципе права Потому что действительно Чего я к ним пристал? Зимой у себя нормально Пчелы Чего ты к ним лезешь? Не лезь Не трогай Будут себя зимовать Ну а сегодня такое вот видео В общем теплая зимовка Это не очень хорошее дело Потому что Когда теплая зимовка Она пчеловоду прибавляет работы Это не катастрофа Ни разу не катастрофа Все нормально Все перезимуется Просто Работы у вас больше В том смысле Что Надо контролировать И выявлять Вовремя Неблагонадежные семьи У которых что-то пошло Не так А шансов Что при теплой зимовке Что-то пойдет не так У семей Намного больше Если бы зимовка была При немножко морозе Вот Поэтому Ваша задача Вовремя Выявить неисправность И устранить Потому что Если вовремя Не выявите Не исправите То потом Весной Либо семья Очень сильно ослаблит Либо вообще Отойдет на тот свет При теплой зимовке Отход семей на тот свет По банальным причинам От вас независящим По погодным условиям Очень большой Поэтому Риски есть Поэтому Глаз да глаз Надо заткнуть Пчелками Трубочка Подмор Ну все как я показал Влажность контролируйте И все будет хорошо В общем при теплой зимовке Проблем Много Надо за ними Следить На самотек Не бросать Вот Это вам Не холодная зимовка Что он закрыл Осенью И можно только весной На облет прийти Они себе Если нормально подготовлены Нормально призимуют Тут Чтобы сердце было спокойно Надо их немножечко Проверять Раз Хотя бы В три недели Или раз в две недели Трубочкой пошел Прошелестел Прослушал Выявил Неисправности И начал устранять Такие дела Но сегодня такое видео Ставим лайк Понравится Не понравится Но ставим лайк Потому что я очень жаден Все у меня хорошо Все живые Все чудесно Подмору мало Все хорошо Так И не забываем Передавать привет С одной махатикой чудовищем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому